Атомоохрана «Росатомощит» чужих не пропустит, своих защитит. Именно так звучит девиз ведомственной охраны. Ежедневное несение службы требует от сотрудников немалой выдержки и особой внимательности. Еще одним этапом проверки ежегодно становятся конкурсы профессионального мастерства. На протяжении двух дней Новоурайск принимал участников конкурса профессионального мастерства работников атомоохраны. 20 охранников из разных управлений со всей страны собрались, чтобы узнать, кто лучше владеет теоретическими знаниями и практическими умениями. В первый день в Новоурайском управлении номер 5 официально была открыта программа профессионального соревнования. Для сотрудников это долгожданный момент, потому что из-за ковидных ограничений единомышленники и коллеги достаточно долго не могли встретиться на одной площадке. Ну, ожидаем мы всего, что всегда ожидали, что наши работники выбьют 100 из 100, пробегут быстрее. Ну и все те конкурсные мероприятия, которые у нас запланированы, они будут проведены так, как у нас положено. В структуру атомоохраны входит 6 межрегиональных управлений ведомственной охраны, осуществляющих защиту объектов, расположенных в 32 субъектах Российской Федерации. Численность работников подразделений ведомственной охраны составляет более 9,5 тысяч человек, и только 20 дошли до финального испытания. Они стоят на первом рубеже охраны и безопасности объекта Уральского электрохимического комбината. Мы все знаем, что это самое крупное предприятие по обогащению урановой продукции для мирного атома. Это очень важно и для жителей, в том числе и нашего города, и для других городов, атомных городов Госкорпорации «Росатом». За плечами у сотрудников навуральского отделения многие месяцы подготовки. И пусть работники ведомственной охраны сталкиваются с подобными задачами в ежедневной практике, все же к программе конкурса особое внимание. Прежде чем перейти к межведомственному этапу, мужчины и женщины проходят через испытания внутри коллектива. Готовились мы почти год. Мы готовы побеждать. Именно наше управление готовы побеждать. Только в нашей команде две девушки, которые будут защищать честь нашего управления. Они были не выбраны, а они победили в предыдущих конкурсах служебных мастерствах, которые проводили непосредственно в управлении. Во втором туре много женщин участвовало. Ну так вышло, что вот мы прошли вдвоем, а в других, видимо, управлениях большинство участников были мужчины, поэтому на сегодня столько мужчин у нас. Тут надежда только на удачу. Не знаешь, где упал, где. То есть, как повезет. Знания одинаковые у всех, да. То есть, база знаний вся одинаковая. Только как момент волнения, может, у кого-то кто-то что-то забудет внезапно. Опыт работы, да, более десяти лет. Накопленный годами опыт, знания. Каждый год они же увеличиваются, запоминаются все больше. Поэтому чем больше лет работаешь, тем больше знаний. Среди конкурсных заданий первого дня проверка зрительной памяти, физической подготовки, отработка навыков определения подлинности удостоверений, досмотра авто, медицинской помощи и тушения очагов возгорания. Мы проводили занятия в 501-м отряде по первой помощи. Мы каждый год проводим такое обучение. И это была не подготовка к соревнованиям, это была подготовка просто по охране труда, которая включает в себя часть первой помощи. Я в составе судейской коллегии провожу конкурс тушения очага пожара при помощи огнетушителя. Сотрудники атомоохраны справляются хорошо. Что можно сказать по сотрудникам атомоохраны? То есть это сотрудники подготовленные, могут справиться с неразвившимся очагом пожара, возможно даже справиться с пожаром до прибытия сотрудников пожарных подразделений. Да сколько безопасно выполнение этого задания? Правила охраны труда соблюдаются, полностью безопасно. Уже на следующий день участников ждала работа с оружием. Для многих это не первый опыт участия в конкурсах. Интересно, что у каждого за плечами своя история начала службы. Работу я получаю с 2014 года. Начинал я с охранника ведомственной охраны. В 2018 году, ровно через три года, был переведен в помощники начальника рула. Сейчас, получая высшее образование, пришел в эту охрану. Я после завода решил кардинально сменить сферу деятельности. Я в прошлом сам сотрудник силовых структур, поэтому тот опыт, который у меня есть, все это для меня не новое, все эти дисциплины, которые связаны немножко со спецификой охраны, это само собой разумеющие вещи. А все, которые там специальные, там огневая подготовка, то есть это для меня не новое, то есть покажу по мере своей возможности. У меня стажа более 15 лет уже работаю, поэтому участвую я каждый год. Ну и хорошие у меня были в свое время наставники, которые готовили, работали со мной. Сейчас передаете как-то молодым коллегам свой опыт, точно так же занимаетесь наставничеством? Ну, конечно, пытаемся. Приехал у нас еще парень молодой, то есть пытаемся его готовить в дальнейшем выступлении. История нашего закрытого города и комбинаты неразрывно связаны с обеспечением на охраняемых объектах особых режимов. Благодаря многолетним традициям подготовки и обучения кадров нашим землякам удалось в командном зачете завоевать второе место. А Денис Чуванов и Маргарита Глинских оказались на третьем и четвертом местах, соответственно, в индивидуальном зачете.